21 ноября во всем мире профессиональный праздник отмечают работники телевидения. Каждый день тележурналисты стараются максимально быстро и емко осветить главное общественно значимое событие. Не секрет, что журналистов, в том числе и телевизионных, часто критикуют. Мол, говорим мы неправду, молчим о важном и всегда согласны с линией партии. Новости не о том, а если и о том, то все совсем не так, как было. Мы предложили ивановцам побывать в шкуре журналиста. Здравствуйте, молодой человек. Скажите, пожалуйста, как ваше настроение? Настроение отличное, все великолепно. Скажите, какие у вас планы на завтрашний день? Завтра я иду в спортзал и планирую там остаться до вечера. Да, а послезавтра? А послезавтра в баню. Отличный план. Здравствуй, доча, что у нас будет сегодня на ужин? Привет, пап. Ну, я думаю, что сегодня будет курица жареная. А кто ее будет готовить? Возможно, я. Ну, наверное, буду готовить я, а ты мне будешь, скорее всего, помогать. Ну, возможно. А скажите, пожалуйста, завтра суббота. Как вы ее проведете? Я ее проведу дома. А почему? Потому что у меня много учебы. А вы знаете, что завтра в кафе-встреча приезжают краски? Краски? А что, это группа такая? Да, из двухтысячных. А какого вы года рождения? Зачем? Ну, вы не знаете, кто такие краски? Я слишком молод для этой фигни. Почему бы вы... А вы бы хотели со мной пойти на этот концерт? Я не люблю концерты. И что ты будешь делать вечером, моя радость? Ремонт или в компьютере сидеть? Да все, что скажешь, дорогая, то и сделаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А какие у вас планы на выходные? Думаю, сходить куда-нибудь погулять. Может, в кино провести выходные с девушкой. Какое кино вы предпочитаете? Фантастику, наверное. А на какое кино хотите сходить в эти выходные? Я, наверное, еще не выбрал. Я тоже не знаю. А где хотите погулять? По парку. А какие парки города Иваново вы знаете? Харенька, Степаново, 1905 года. А какой вам нравится больше всего? Наверное, 1905 года. Чем он вам нравится? Что там хорошие тропинки. Только тропинками? То, что там, не знаю. Конечно, труд журналистов не ограничивается записью интервью. Нужно искать интересные темы, выбирать самые важные новости. Впрочем, далеко не все зрители согласны с предложенной повесткой. Какие-то претензии есть к журналистам? К журналистам? К журналистам всегда много претензий есть. Например, к какие? Что иногда они суют свой нос туда, куда бы не следовало совать. Они стирают грязное белье. Они считают, что это интересно и актуально. А я считаю, что это неправильно. Какие вы новости, наверное, хотите увидеть? О чем? Какие темы? Наверное, новости нашего региона. Во-первых, да, интересно, что происходит. Культурные события какие. Может быть, спортивные достижения. У наших спортсменов есть что-то интересное. Наверное, больше вот эти направления мне были бы интересны. Политика? Какие-то мероприятия для детей, какой-то анонс, например. То есть мне, как маме, это интересно. С информационным потоком работают журналисты. Однако, последнее слово всегда за редактором. Именно он решает, что выйдет в эфир и какими событиями этот день запомнится. У каждого дня своя информационная картина. Она уже сформирована. Мы просто выбираем новости. Естественно, предпочтение мы отдаем новостям от зрителей. Нам звонят в редакцию. Как правило, это уже последние инстанции. Люди позвонили везде, где только можно. И тут задача журналиста приехать, помочь разобраться и, наверное, как-то решить проблему. Затем нельзя игнорировать новости от мэрии или правительства. Объясню, почему. Во-первых, это можно сделать интересно, если рассказывать простым языком. Во-вторых, если, например, губернатор сделал какое-то важное заявление. А наш телеканал этого не показал. А зритель, например, посмотрел только наши новости в этот вечер. Завтра уже это не повторится. То есть виноваты в том, что зритель что-то не узнает, будем мы. При подборе новостей для эфира наша редакция отдает предпочтение позитивным событиям из жизни города. В таких репортажах всегда есть потребность. Конечно, если случается трагедия, она тоже не остается без внимания. И это не погоня за сенсации, а скорее попытка уберечь и предостеречь зрителя от плохого. В любом случае, задача телевидения быть полезным по обе стороны экрана. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.